На большом экране идет прямая трансляция виртуальной битвы спортсменов. Это игра Warface. Онлайн-шутер от первого лица. За призовое место борются две российские команды Repulse и Winstrike. Сидят они в отдельных кабинках. Не мандража, ничего нет. Просто заходим туда, настраиваемся. Сильно много уже обсуждаем до выхода на сцену. Поэтому туда просто уже выходим с фулл настроем и готовыми играть. Сегодняшняя дисциплина привлекла немало фанатов. За игрой из зала наблюдали несколько сотен зрителей. Такое явление для Казая редкость. И мы решили не упустить такой шанс. И вот приехали сюда посмотреть игры и болеть, конечно, за команды. Это более интересно молодежи сейчас. Еще тут совмещение в реальной жизни и в игре. Это более прикольно. Три, два, один, старт! В дисциплине Warface плюс лазер-таг важна и физическая подготовка спортсменов. Ведь игроки из виртуального ринга сразу перемещаются в реальный. На специально подготовленной площадке команды соревнуются в лазер-таге. Лазер-таг, по сути, это тот же пейнтбол. Отличие лишь снаряжения. Перед игрой каждому игроку на руки выдают специальную винтовку, которая стреляет инфракрасными лучами. В экипировку также входит специальная каска, повязка и жилетка. На них встроены сенсоры. Чтобы победить в лазер-таге требуется не только ловкость, но и заранее продуманная тактика. Этого у обоих команд не занимать. Но благодаря подстраховке с помощью бомб, винстрайк все же вырвалась вперед. Стала победителем и выиграла миллион. У нас план минимум был выйти в финал. Мы это выполнили и смогли даже победить. Очень рады. Особенно мы не знали, что кто победил. Это просто на высшем уровне все. Даже от компов до людей, которые организаторы, допустим, волонтеры, все вежливо, короче, все относятся, все четко. Но, я не знаю, это один из лучших турниров, если не лучший. Здесь выступает 130 спортсменов из 10 стран. Россия, Белоруссия, Казахстана, Азербайджана, Бразилия, Аргентина, Перу, Филиппин, Вьетнама и Камбоджи. Фиджитал игры – это тестовые соревнования международных игр будущего. По словам организаторов, за подобными мультиспортивными турнирами – будущее. Для спортсменов – это возможность попробовать новый формат. Для зрителей, которые любят смотреть киберспорт, это соединение, во-первых, виртуальной и физической реальности – это новое шоу для них. Киберспорт оценивают и профессионалы по другим видам. Сегодня поддержать ребят пришел Илья Захаров, член сборной России по прыжкам в воду. Именно киберспорт дает возможность человеку, который, грубо говоря, не совсем может себя реализовать в спорте, в профессиональном, достигнуть чего-то и быть приближен к спорту. Завтра – последний день игр. Увидеть мультиспортивные турниры можно в Казань-Экспо. Сирина Сахапова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.